Продолжение следует... Мы не шли к ним, ребята, мы к вам не шли. Смотрите на нас, посмотрите на нас, на Босяков. Мы работали в шахтах, колопались всю жизнь дерьме за копейки. И вы пришли к нам домой. У меня дома маленькие детки. Ребят на нашу улицу. Что вы, сука, делаете? Идиоты. И после этого вашим отец в плакатом купите моему сыну танк. Ну, что я могу сказать? Писюнь мы вашему сыну под нос засунем, и вам тоже. Дойдем, сука, до Киева. Нас не будет, придут следующие ребята. Ну, все равно, мы Донецк не оставим, ребята. Вы даже и не надеетесь. Мы вас, сука, будем рвать, что котят. А какую позицию сейчас вы держите? Мы удерживаем полностью. Вот территория забора. За забором вышка, новый терминал, старый терминал. Со стороны Песок. Все под нашим контролем. То есть, что не дадем врагу сюда пройти, в сторону Донецка, в центре. Подарков мы вам там, нас оставляли, ребята. Наверное, еще лет 20 после войны будут разминировать. Готовьтесь, сука. Какая с сегодняшнего, на сегодняшний день, обстановка? Сегодня все спокойно. Все, все, ребята, на позициях. Все отлично. Спокойно. Это тоже, как говорится, непостоянное. Потому что сегодня у них выборы, как бы, в эту Государственную Думу. Мало как бы от них можно всяких сюрпризов ожидать. Потому что был даже разговор этого президента, Порошенко, что будут точечные удары по нам. Какие точечные удары, он не уточнял. А что это за будут точечные удары? Мы даже сами не узнаем. Опять пожилые. Опять пожилые кварталы. Пожилые кварталы, но опять по мирным будет. Мирное все население. Да убить, воевать с ними. Наши позиции почему-то трогают, но редко. Все идет в мирное население туда. В городе, окраины города. Человек всю жизнь зарабатывал стройку. И пришли эти пи***и. Продать его, чтобы уехать, люди не могут. А куда ехать? А куда ехать без денег? Куда? Поэтому мы все здесь. И нас очень-очень много таких. И нам идти некуда просто. Мы будем на своей земле до конца стоять. Я здесь вырос. Дед у меня воевал. Со стороны укроп, кто воевает там? Как вы думаете, там есть иностранные наемники? Есть. Поляки. Поляки есть. Поляки есть. Это сто процентов. Это не обсуждается даже. Были замечены в бою. По шапке, по учебе убежали. Запады, значит, помогают, да? Само собой. У них форма все запад. Оружие запад. Смотри, к примеру. Он взял только каски, бронежилеты, тяжелые бронежилеты. Сидел на него. А вы как оружие добываете? В бою. Мы в бою. Добываем. Трофей. Форму, ребята, я купил за свои деньги. Разбузки купил за свои деньги. Ну и так вот, так все, ребята. Потому что мы за правду. Мы не за деньги здесь. Нам ни копейки. Мы вот по полгода воюем, нам ни копейки не заплатили. Но эти бабки и не нужны, ребята. Потому что я здесь за свое. Я за свою семью в первую очередь. За своих детей. За бабушек, за дедушек. За матерей. Сейчас у нас еще одна семья такая устала. Братская, как говорится. А родные поддерживают вас? Конечно, поддерживают. Если бы не поддерживали. Конечно, поддерживают, понимают, беспокоятся. Тем более, у него мама так и сказала. Тебя все равно не удержишь. Это жизнь. Потому что он за свое. А сколько они виделись? Я полгода. Полгода тоже. Может, хотите что-нибудь передать? Конечно, хочу. Ванильнички мои родненькие, маленькие. Люблю вас. Вот эти ******. Мое руководство отпустит на пяток дней домой. Увидеть вас. Латунья, привет, маленькая моя. От папы. Говоря своим дочуркам привет. Одной, второй, Ирине и Кристине. Маме, папе. Живут они в Горловке. Отцам тоже в Горловске. И вот я уже полгода не был дома. Надеюсь, скоро увидится. А там как Бог даст. Да, да. Сейчас дойдем по-любому. Дойдем. Дойдем. Дойдем киеву, сука. Ложки вам там посбиваем на Верховной Раде. Киевое государство, сука. А я ноги хочу в Бурге помыть. Чтобы восстановить, это нам не один год надо, чтобы восстанавливаться. Что мы должны им прощать это? Нет. А они так помучаются. Посидят там без газа, без горячего, без воды, без топлива. Сейчас вот холода наступает. Чем людям вот топить? Вот, или вот Петровский район, хлебозавод, больницу. В Муаренке то же самое. Хлебозаводы, больницы, инфраструктуру рушат. Рушат инфраструктуру и заодно и мирных жителей. В основном, да. По таким объектам, которые, ну, они считаются военными. То бишь, насосные станции, электроподстанции, очистные сооружения. То бишь, это наша питьевая вода. Они бьют по таким объектам, которые жизненно важны, необходимы для нашего населения. Почему позиции наши? Да вот мы там расстреляли столько-то, столько-то, столько-то. По крайней мере, они врут. Это мы точно знаем. Мы здесь намесим, мы здесь эту обстановку постоянно как-то моментуемся. И то, что показывает украинское телевидение, и на самом деле, это совсем большая разница. Очень большая разница. Так что мы еще увидимся в Киеве. Да, в Киеве увидимся. Продолжение следует...